ПЕСНЯ 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 Ночь тиха. Францис Савербургер. ПЕСНЯ 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали 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 Симон. в академическом стиле мы поем, и может абсолютно любой человек присоединиться к нашему хору. И да, кстати, о словах Владимира Николаевича, что был полный ошлаг по этому концерту, был такой маленький эпизодик, что я встречала там наших хористов, и возле касс стояла бабушка с костылем, и она просто реально плакала. Я говорю, подошла, говорю, что случилось? Она говорит, вот я денежки скопила, хотела пойти на новогодний оркестр, и билетов, представляете, нет. И действительно она стояла, плакала. Я говорю, бабушка, идемте, я вас посажу. Я ее посадила, она там, ой, спасибо, спасибо. Вот такое. И вот, в общем, даже многие не смогли попасть на концерт сифонического оркестра, на новогодний. Так что нужно строить большие залы, и оркестру обязательно нужно добавлять ставки духовиков, потому что не хватает людей. А что касается приемов в хор, я хочу сказать, что мы на самом деле принимаем всех, но только при одном условии, чтобы был слух и голос. Вы поняли, почему я спросила. Да, да, да. Когда же это вот такая обстановка, когда зажигаются свечи, когда идет служба, когда действительно какое-то таинство происходит. Совершенно верно. С чувством веры, с чувством Бога человек глубже осознает это все, естественно, интерпретирует более глубоко и более, так сказать, правдоподобно. Но дело в том, что очень многие и певцы, и даже регенты, которые, так сказать, вот в том смысле веры, в котором это должно быть, они не относятся к верующим, но они это понимают, чувствуют, и, может быть, когда-нибудь придут. Другое дело, что композиторы, которые пишут эту музыку, сказать, все-таки должны проникнуться глубоко в веру. Иначе у них не получится самого главного воплощения вот этого духа. Не зря же говорят, что человеческой душе хорошо, когда она спешит навстречу другой. Татьяна, Владимир Николаевич сказал, что для того, чтобы петь в хоре, необходим только голос и слух. Но вы ведь поете на разных языках, и на русском, и на украинском, и на греческом. Совершенно верно. Вообще хорошая задумка петь на многих языках, которые объединяют все народы России. Ведь в России живут много народов, и греки, и немцы, и эстонцы. Все народы считают себя русскими даже, но хотя они по национальности, другая национальность, но по духу они русские. Мы поем на греческом языке, да, у нас есть пасхальное, да, Владимир Николаевич, произведение на греческом языке, да, мы также участвовали в Херсонесе, в греческом празднике, и пели, исполняли произведение на греческом языке. На китайском исполняли произведение, да, у нас, я, к сожалению, не застала этот период, но исполняли на китайском языке концерт, целые пели, и даже с китайским солистом, китаец он был, приезжал, и это было, конечно, грандиозно. Если говорить о творческом насыщенном годе, мы с вами уже подвели ряд итогов в одной из программ. Какими творческими событиями будет насыщен 2024 год? Ведь он богат на юбилеи. Я хочу вернуться немножечко назад, в тот год, который только что прошел, и хочу сказать, что кроме значительных концертов, была еще одна интересная программа, в которой хор участвовал, и участвовал достаточно плодотворно. Что самое интересное, он озвучивал вместе с симфоническим оркестром фильм «Первая оборона Севастополя» Хаджонкова. Там было достаточно сложно, особенно для хора. Для оркестра было сложно, но не очень. А вот для хора это было очень сложно. Хор любительский. Там было очень много таких эпизодических модуляций, которые были неподготовлены, и хор с этим справился. И я вот хор поздравил от всей души и сказал, что вы молодцы, вы настолько выросли, что даже записали музыку к кино. Это дорого стоит. Что касается следующего сезона творческого, то мы в этом сезоне планируем, во-первых, исполнить Василия Теркина. Это не концерт, это оратория. И, кстати, вот благодаря трудам Татьяны и многим другим мы получили грант президентский. И эта оратория должна исполняться в феврале месяце. Но до февраля, я вот все рассказываю так вот, интересными такими галсами, как говорят на флоте, но до февраля 19 января мы должны будем вспомнить Рахманинова, год, который только что ушел, но творчество Рахманинова, оно незабываемое и остается и в этом году. И мы будем исполнять вторую симфонию Рахманинова и обсудим на тему погонений. Приедет солистка из Москвы. И кроме этого, в самом конце января 27-го мы должны будем исполнять седьмую симфонию Шостаковича целиком, все четыре части. И посвящено это будет 80-летию прорыва блокады. Это грандиозное дело и очень сложное. Симфония звучит час-двадцать минут чистого времени. Огромный состав. Это будет в Дворце рыбаков, потому что на сцене Сакаи оркестр не поместится. И там нам будут помогать оркестр штаба флота. Кроме этого, вот в феврале мы будем исполнять, дай Бог, ораторию Василия Теркина. По поводу вот выигранного гранта. Я как руководитель проекта первый раз в жизни участвовала в президентском гранте. Писала практически, ну, конечно, с поддержкой. Оно час-пик. И мы единственные из города Севастополя выиграли спецконкурс президентский грант ПФКИ. Песню о солдате назвали его. Это было очень сложно, потому что был он, писался за семь дней круглосуточно. Это объявили буквально там 10 дней было, чтобы написать, пока нашли организаторов. Оратория у нас, который выиграл грант, к сожалению, аналогов нет. И мы, Владимир Николаевич, будет работать как режиссер, как постановщик. То есть это нужно выдумывать заново. Это мировая премьера. Никогда не исполнялась за 60 лет. Нам было написано 60 лет назад. Никогда не исполнялась в России и в мире. То есть это мировая премьера. И, к сожалению, даже нет никаких аудиозаписей, ничего. Клавир мы достали из Московской библиотеки, архивы, с архивов. Вот, достали с очень большим тоже трудом, путем больших переговоров длительных. Все это разложили для хора и оркестра, пригласили солистов. Будет очень интересно. Премьера состоится 24 февраля. Это будет грандиозно и впервые в мире. В мире? В мире. Это мировая премьера, да. К сожалению, мы там, конечно, финансово там вообще капелька была заложена. Это все волонтерство будет. Все хор, волонтеры, оркестр, все это будет бесплатно. И вход будет свободный. Все для людей, все для народа. У творческих коллективов, общественных, бюджетных организаций есть возможность получить городскую субсидию на осуществление интересных творческих планов. Или выиграть президентский грант. Если говорить о гастрольной деятельности, можно, написав грант, вложить туда или запланировать вот такую поездку? Совершенно, абсолютно можно. Сейчас работаем над следующим грантом. Я работаю над гастролями, хор и оркестра. Я очень надеюсь, что наш грант выиграет. и мы будем гастролировать по Крыму и регионам новым. Новым. Новым регионам, да. Новым регионом. Потому что культура как раз это будет к 225-летию Александра Сергеевича Пушкина. Культура это язык мира? Культура это то, что мы отстаиваем, за что мы воюем, за что мы боремся, наш язык, нашу музыку, наше все. Знаменитый герой Первой мировой войны, Нестеров, летчик, который сделал мертвую петлю, она так и называется, петля Нестерова, его спросили, а за что вы вот вы участвуете в войне, за что вы воюете? Он говорит, ну конечно же не за географическое положение России, а за то, что ее насыщает язык, культура и национальные особенности. Вот это и есть ради чего живет человек. Вот и все, этим все сказано. Смотрите, как удивительно складывается. Мы сегодня говорим о культуре, о музыке в таком знаковом месте, в библиотеке, в храме культуры. Да, кстати, я хочу сказать, что здесь удивительно, уютно и спасибо директору библиотеки Николай Иванович Краснолицкому за то, что он, зная сложное положение хора с его репетиционными местами, пошел нам навстречу и, в общем, приютил нас. И вот благодаря ему, собственно, мы имеем возможность по субботам, это очень удобное время для репетиции. То есть по субботам здесь звучит еще и музыка. Да, здесь звучит музыка. И, кстати, прекрасное сочетание, прекрасное сочетание литературы и музыки. Мы здесь проводим иногда тоже концерты, фестивали, здесь часто поем, приходят люди, и мы исполняем музыку. Бортнянского у нас были, и вообще есть задумка, конечно, еще одна, сделать разножанровый концерт хора и показать его в отдаленных, в наших, в Инкермане, в Верхнесадовом, вот людям, которые, может, не имеют возможности приехать в город Севастополь, ну, по каким-то, может быть, плохо ходить не могут, или пенсионеры физически, физически, да. И вот очень такая тоже задумка, хотелось бы тоже написать грант, потому что, конечно, нужна поддержка и проехаться по инфраструктурам нашим Севастополь, отдаленным районам и показать всю красоту музыки, академического пения с концертами наших русских композиторов. Потому что островки культуры там появляются, открываются концертные залы, и теперь их только нужно наполнять. Наполнять содержание. Структурные подразделения культурного комплекса Корабел, уже произведен ремонт, сделаны новые помещения, красивые залы. Вот очень хотелось бы выступить, поехать, преподнести людям прекрасную классическую академическую музыку наших севастопольских исполнителей. музыку. Это же здорово, это же здорово, что есть такой симфонический оркестр у нас в городе, такой великолепный хор. У нас, кстати, в хоре порядка 50 человек, большой хор. Приглашаем всех, чтобы посещали рождественские, пасхальные, на Покров, в Покровском соборе обязательное у нас выступление. И вообще планируется ежемесячное выступление нашего хора. Музыка – главный подарок в вашей жизни. Что хочется пожелать еще? Ну, хотелось бы пожелать кроме музыки достатка всем. Хорошего настроения, хорошей погоды, мира, любви, отсутствия зависти и прекрасного самочувствия. Подхватывайте. А мне бы хотелось пожелать, чтобы вообще люди просто почаще знакомились с нашими русскими композиторами, с пением. Это прекрасно. Пение – это лучшее, это и для здоровья. Поэтому я скажу, что если вы будете приходить на наши концерты, у вас будет все то, что пожелал вам Владимир Николаевич. Благодарю за интервью, а закончим нашу программу рождественскими песнопениями в Покровском соборе Сочельник. 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 Приносит! 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 Амгели, амгели, спасынь, свогословья, славословья, славословья, Мол, свинь же, со звездою путешествую, путешествую, путешествую. На сбор один проводится, под ручок ладок, прелечный Бог, прелечный Бог, прелечный Бог. АПЛОДИСМЕНТЫ